Как бы, сколько бы я не поела, через час я голодная. И это вот, мне кажется, псевдоголод, то есть просыпался вот именно этот псевдоголод, который якобы говорил, что ты голодный, ты не ела 6 часов, тебе нужно что-то поесть. Это был жуткий голод, больной голод, который не давал мне покоя. Соответственно, у меня был больше вес, со временем я теряла что-то, потом я все-таки решила понять причину веса и причину возвращения обратно. То есть почему я не могу это все сделать. И в данный момент как бы все-таки мы сделали такую работу, мы просто раскопали все это, увидели, поняли, что в чем проблема, и спокойно все это ушло, потому что оно мне не нужно. То есть я поняла, что все это, весь мой путь начался вот именно с поиска решения проблемы веса. Если вес настолько более серьезная проблема, чем просто калории, что ты про это узнала, что тебе уже помогло? И вообще помогло ли? То есть бывает так, что люди приходят с проблемой веса, мы переключаемся на другие проблемы, а вес как бы уже перестает быть главным. Да, было пищевое поведение, скажем так, не такое, как бы ненормальное пищевое поведение, которое там нормально для организма. Все, что... Все началось, наверное, с осознавания как бы отсутствия голода, да, пищевая привычка, она вот закидывать в себя, да, что-то заесть, она осталась. Откуда это и почему я разобралась с этим в первую очередь? А потом вкусовые пристрастия, я тоже с этим разобралась, то есть для себя выявила то, что какая-то там определенная еда для меня это больше эмоциональная подпитка, чем для моего тела, вот. И с этим я начала работать, и оно со временем как карты разложились и постепенно начали уходить. Но больше, наверное, я могу сказать, что мы решали проблемы именно вот внутренние, да, то есть глубокие вот эти проблемы, начиная там с каких-то детских, как бы стрессов, ситуаций там.